всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый лайфлог кому интересно оставайтесь со мной приятного вам просмотра сейчас 13.00 29 апреля я уже встала позавтракала умылась даже маску сделала сейчас уходовую косметику нанесла закончила снимать предыдущий влог и пока он монтировался я уже поставила собаки вариться бульонную чтобы не терять зря время то что сейчас я хочу еще съездить в ашан и перед этим зайти тут в несколько магазинов на такую ежемесячную закупку тем временем я приготовила себе фарш на фрикадель вчера я показывала я купила на месяц собаки фарш у меня тоже штук 8 пачек хотя я мясо вообще им крайне редко но все я считаю такие вещи должны быть запасе вот чтобы свой не размораживать у нас с ним одинаковые в общем-то фарш я взяла оставила себе не положила в заморозку одну пачку из своих запасов ушастику пачку положила вот но правда индейку потому что индейку я не люблю но как-то я брала потому что она была по акции ушастому без разницы ну вот сегодня встала тоже решил не теряя зря время сделать фарш добавила туда разных специй соли не добавляла добавила базилик паприку петрушку чеснок чабер майоран потом что куркуму зиру ну в общем много всего и сейчас сразу я не буду делать фрикадельки я поставлю в холодильник и сделаю их вечером потому что я хочу чтобы вот эти вот специи они постояли все это раскрылось и уже по потом все сделать вот поэтому сейчас я это уберу в холодильник ну помою здесь вот это вот приберусь и буду собираться сделаю маникюр еду в магазин сегодня взяла вот этот рюкзак на мне вот эта кофточка сейчас я иду в магазин ярче я в нем была всего один раз и не в нашем районе вот по-моему там и находится нужно перейти на другую сторону в магазин сходила купила не все что хотела вафли со вкусом сыра взяла они были по акции по 9 с копейками но я не взяла мороженое там не было и наконец-то обнаружила что именно там продается специи приправочную той которую я хотела не было ну ладно не могла понять долго что там разрушили это было это трапезная какая-то ну там еще церковный магазин был лавка и трапезная вот по-моему ее так я зашла домой занести покупки значит я купила как и собиралась вот такие вот вафли здесь 48 грамм они вот и выглядят как обычные я в instagram посмотрела вот со вкусом сыра но там было еще мороженое но к сожалению но в смысле должно было быть но его не было короче говоря поскольку они были по акции по 9 рублей с копейками но я решила воспользоваться ситуацией хоть я их не пробовала но я взяла сразу на 5 упаковок ну как бы я как бы не собираюсь их съесть да там все за один раз мне хватит надолго во первых слушайте такая приятная упаковочка такая красивая ну просто милота я сейчас попробую с чаем я как раз специально кофе например без всего пила и еще я купила она как бы я шла за мороженым его не было посмотрела специи я надеялась что там будут специи приправы они там были но мне нужно было для пиццы посмотрела там же где и вафельки вот но не было для пиццы поэтому взяла вот от галереи вкусов базилик потому что ваша не что-то пошло не так раньше от марки каждый день были хорошие специи сейчас ну во всяком случае базилик отвратный там четыре рубля ну и как бы наверное грамм 5 здесь 7 грамм 8 рублей короче плюс-минус на то и выходит решила взять попробую как бы как-то такой я же взяла не 5 упаковок а 6 думаю что мне не хватает как-то неаккуратнее а в итоге мои покупки были на 68 рублей 92 копейки так ну и вот еще покупочки давайте покажу сезонные яблоки взяла я слава богу можно было так набирать не нужно было брать фасованные я взяла вот 7 6 взяла что-то ли у меня 7 на неделю короче взяла яблоки а вот собаки взяла вот эти рожки они были по 20 рублей с копейками как выяснилось ну ладно это все равно дешево а вот этих марок я говорила все зависит от партии от того с кем они договор заключат но в принципе вот сейчас эти макароны стали хорошие но по крайней мере они не они превращаются в кашу и вот еще одна авоська здесь в общем я взяла всего 8 этих самых упаковок потому что у него 11 в теории уходит в месяц но у него с того месяца три осталось и взяла 4 паски гречки по ну грубо говоря по 100 рублей взяла 3 упаковки ушастику и одну для себя вафли оказались очень вкусные действительно сыр сначала вот кажется что они какие-то сладковатые а потом ощущаешь вот этот вкус сыра то есть и даже лучше ничем не закрывать я очень рада что купила ну я съела две вафельки на самом деле 1 вафля а 7 грамм это где-то 30 чем-то калорий поэтому кстати говоря но на побаловаться то есть этого мне точно хватит надолго ну я в общем сразу так и решила что куплю пусть будут по акции ну и так побаловаться иногда можно весеннее коллекция решила немножко поснимать красивая конечно принт люблю такие цветочки всякие очень интересно но посуды много поэтому конечно не буду брать но интересно посмотреть тут вот еще красота нравится такие оттенки и тоже красивый принт вот и вот эта красотища еще тоже здорово синий цвет потрясающий голубой тут и пластик я иду в парк гулять точнее я уже в парке тут вот какое-то мероприятие проводится байтера такого еще тут я не видела что-то интересненькое надо посмотреть потому что ну вот тут еще ни разу не я уже видела что-то мероприятие проводили ты какие автомобили классные потому что мне тяжело в этом болезнь зачем? кто-то давно будет ты делаешь Демидов Алисей номер 136 Павел Паухин 93 номер октябрь 36 номер Глебов Игорь 16 номер Патарин 37 64 номер друзья запомните 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 эти цифры запомните все это было круто уже готовится вторая тронька да двой варь 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 я сейчас пришла туда где я люблю чуть перекусывать ну и как раз собираюсь есть творог я сегодня взяла с собой вот этот большой рюкзак потому что на самом деле я щас когда погуляю я переложу продукты потому что я не люблю носить все это в рюкзаке но я взяла это для того чтобы как раз можно было потом пойти в парк потому что сейчас перед майскими праздниками все равно все люди затариваются вот ну на самом деле я думаю воскресенье здесь будет поинтереснее но я купила то что мне необходимо по хорошим ценам и я в целом довольна ничего лишнего чисто вот там собаки еще вода купила крупы вот овсянку я возьму себе дома потому что ценники сейчас абсолютно одинаковые вот как видите посмотрела вот немножко мотофестиваль мне там понравилось может быть я повышу по поснимаю потом вот эти автомобили очень классные я люблю очень такое я вообще-то думала что я сейчас здесь перекушу быстро пройду одну аллейку и все мне какой-то прям такое не знаю настроение прям ну да ладно ну вот вы видите сюда приходишь и всегда что-нибудь такое позитивненькое классное и все это очень радует а здесь действительно потрясающая атмосфера какая-то нереально такая прям чистая атмосфера энергетика ну вот я сейчас посижу чуть перекушу но и я купила творог мне прям захотелось творог я там смотрела сухофрукты орешки ну не знаю я не заинтересовала соя но тоже как бы она очень калорийная не значит это посмотрела посмотрела вот и решила не покупать я очень надеялась купить сырное мороженое но около нашего дома даже напротив пятерочки ларек там значится сырное мороженое вот тоже нет здесь нет значит не надо я уже иду к метро нагулялась переложила продукты в сумку потому что и мне тяжело как бы в рюкзаке это отнести мне проще в руках фестиваль еще продолжается на самом деле прикольно немножко честно говоря прохладно поэтому ну я припозднилась поэтому недолго я погуляла так один раз в одну сторону аллеи прошла и все это же хорошо я все равно послезавтра здесь буду гулять так что не страшно это такой приятный бонус да тут вообще классно если бы сейчас было время явно и еще осталось посмотрела но и руки замерзли и сумки ну и вообще по времени уже никак не получается нужно идти гулять с собакой мы с подружкой договорились ну там что-то интересненькое но я тоже как-то подумала что надо пойти посмотреть и что-то не знаю ладно не страшно если я это не увижу но вообще немножко настроение приподняты звуки конечно доносятся на всю округу решила вблизи немножечко поснимать эти машины уж очень я такие люблю мои покупки во первых творог который я как раз таки съела в парке потому что я не пообедала ну отлично в общем я этот творог люблю он вкусный взяла в этот раз уже цикорий на пробу вот такой от марки каждый день он в тот раз 41 рубль стоил в этот раз 35 рублей посмотрим какой цикорий я не брала ничего сказать не могу но вот который от марки цикорий я вам говорила что мне понравился и не советую дальше взяла укроп от марки каждый день петрушку с тот стоило по моему три рубля с копейками что же стоило 4 или 5 шина взяла для собаки 200 грамм эти чисто я скажу так ему крупы или макарон каждый день там по 300 грамм сухом виде отмеряю поэтому на месяц соответственно определенное количество нужно и вот добивала вот этим для разнообразия себе взяла сосиски вот эти аппетитные у них сейчас другая упаковка цена тоже 35 рублей я их не ем в чистом виде я их добавляю по четвертинки в кашу меня это устраивает для там вязальных моментов взяла за 113 рублей гель прозрачный клей в том числе подходит для ткани был тоже момент прозрачный вот и также универсальный за 129 рублей он был блистере не знаю короче взяла этот в тот раз где я брала сушеные куличи в этот раз как и всегда там лежал хлеб белый черный но и так далее сухарики гренки это у них называется то есть видимо когда там хлеб подсыхает срок годности проходит они его нарезают и мне это понравилось вот такие небольшие кусочки я попробовала очень вкусно можно будет там супом например так погрызть в общем хорошо здесь 200 с небольшим калорий на 100 грамм следующее что я взяла это по 95 рублей черноплодная рябина ну я как бы меня я как-то брала две упаковки вот почти закончилась на один раз осталось ну взяла начислили кэшбэк 15 рублей так что получается мне вышло 80 рублей все равно конечно не очень дешево за 300 грамм но куда деваться все равно нужно же какие-то там ягоды еще что-то в небольшом количестве чисто побаловаться потому что ну как бы небольшое количество ягод она не даст каких-то витаминок чисто удовольствие вот а большое количество ягод которая даст там суточную норму это даст проблемы со здоровьем абсолютно все вот томатная паста подорожала была 37 потом 41 рубль сейчас уже 46 рублей но это томатная паста очень хорошая она классная всем кому советовала она нравится главное не брать в консервной банке хотя в консервной банке вроде нас я один раз брала по вкусу то же самое но состав плохой хотя я к составу так это философски отношусь но если есть возможность выбрать что-то получше тоже за адекватные деньги почему бы нет взяла капусту конечно цена 69 49 за килограмм меня не устраивает и в принципе я могла бы за эту сумму взять капусту и около дома но около дома у нас капуста вся огромная и получится на немалую сумму в итоге здесь же у меня на пятьдесят три рубля пятьдесят одну копейку я разрежу на 4 части и на 4 борща мне это хватит потому что пироги с капустой я уже пекла а далее по сто двадцать девять рублей за килограмм китайская капуста честно в этот раз у нее качество не самое лучшее но и не самое плохое мне как раз повезло там вот единственный этот качан был более-менее вменяемый и по размеру и по как бы внешнему виду я кстати говоря на трех весах взвешивала там было 95 рублей но мне писали что типа не проходит как-то эта категория не знаю что там происходило и на других виза весах в разделе фрукты я взвесила показала 95 рублей на пробили 92 на 49 в общем то повезло это хорошо я просто очень люблю китайскую капусту не могу без нее в разделе скидок взяла кефир он обычно стоит ну написано 44 99 на самом деле вообще он стоит уже 50 чем-то рублей хотя может быть опустили ценник не знаю а знаете что я забыла до сказать вот видите здесь 900 грамм значит он реально 44 вот вот эта цена у них есть точно рядом же такие же пакеты по литру и они стоят уже 50 чем-то рублей то есть тут можно выбирать кому что ну в общем сроки годности здесь наверное один день остается скорее всего и 2699 ну что я взяла почему бы нет так калужская область это хорошо он такой вздувшийся немножко ну как бы не страшно так срок годности то где он здесь написан сейчас я посмотрю скажу вы знаете очень странное дело там где всегда написан срок годности его нет и вообще нигде нет но я открыла попробовала все с кефиром нормально так что можно смело пить дня три если не допью можно испечь оладьи хотя у меня еще те два пакета не съедены даже наполовину естественно но оладьев много не бывает пусть лежат как бы вот эта колбаса стоила 40 рублей сейчас 47 рублей но она такая неплохая мне такого батончика хватает на месяц и даже вы видели у меня вот я заморозила на два раза еще взяла за 30 чем-то рублей 31 или 34 по моему 33 как-то так пшеничную крупу 800 грамм для собаки в чистом виде постоянно ему нельзя давать но я буду смешивать с гречкой вот тоже с гречкой смешаю ему и пшено и конечно же рис рис я взяла для собаки вот такой самый дешевый дробленый шлифованный 800 грамм ну ничего страшного нормально в принципе я и сама наверное могу такой поесть не страшно взяла лук лук был не очень хороший но ценник был повыгоднее чем там пятерочки поэтому взяла одну луковицу собаки другую себе потому что завтра буду готовить суп вот ну собственно были все покупки а сейчас я смешивала крупу для ушастика 3 пачки гречку пачку пшена риса пшеничной крупы вот вот такое ведерко получилось храню я в металлической коробке из-под печенье но смешивала здесь потому что это сделать удобно плюс вот это все он съедает за месяц плюс еще 11 пачек макарон вот ну и соответственно 10 пачек фарша упаковок по 500 грамм плюсом еще морковка лук немного картошки но иногда и мы соберу косточки говяжья в общем как-то так 30 апреля села завтракать сейчас 12.33 ну честно я вообще завтракать не хочу но как-то я сидела сидела там доделывала что-то в раскрасках с какими-то не очень хорошими мыслями но поняла что в принципе но какие бы нас то какое бы настроение не было все равно надо в общем-то стать пойти хотя бы поесть потому что ну не время еще себя на тот свет загонять хотя бы ради ушастика поэтому